Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова, рада вас приветствовать! Сегодня я вам с очень актуальной темой. Сегодня предлагаю поговорить о том, какие народные рецепты действительно надежно защищают от повышенного потоотделения и от неприятного запаха пота. От вас стало поступать очень много писем и просить поделиться личным опытом, как весной, вот в тот момент, когда на улице прохладно, а заходишь в помещение, либо какой-то торговый центр с жаркой и теплом, чувствовать себя уверенно и комфортно, не переживать, что если ты расстегнул пальто, появится неприятный запах тела. Одна подписчица мне написала, что очень сильно страдает от такого перепада температур, что ей иногда даже стыдно расстегнуть пальто, либо снять лишний раз обувь. Вот настолько у нее повышенное потоотделение, и она попросила поделиться народными, вот именно народными какими-то рецептами, аптечными средствами, которые хорошо работают, то есть не используя дорогую магазинную химию, то есть вредные магазинные дезодоранты, выйти вот из такой неприятной ситуации. И первый рецепт, который я настоятельно рекомендую, друзья, вам взять на заметку, это лосьон из коры дуба и лимона. Этот рецепт появился в нашей семье примерно года два назад. Тогда начала очень сильно потеть моя племянница. Это ребенок, поэтому потеют не только взрослые, но и дети. Ему мы, конечно, не могли предложить магазинный дезодорант, мы стали искать народные рецепты. И вот в книге «Домоводство» все для женщин, мы нашли этот старинный совет, попробовали, нам он очень понравился. До сих пор пользуемся всей семьей, взрослые, дети, и могу вам сказать, что это 100% работает. Значит, как делать этот лосьон, я оставлю ссылочку под видео, все подробно рассказывала. Друзья, делается все просто, заваривается кора дуба, остужается, добавляется сок лимона свежего, либо концентрированный, который продается во многих супермаркетах. И потом этот лосьон нужно хранить в холодильнике, наносить утро-вечер, можно один раз в день, все зависит от того, как вы потеете, какое у вас потоотделение. Но могу вам сказать, что эффект накопительный. Первую неделю эффект будет средний, а потом, видимо, организм уже накапливает эти компоненты, и эффект очень хороший. Но наносить нужно каждый день, потому что все-таки, ну, все натуральное, то есть, если вы сильно потеете, то на 2 дня вам эффекта не хватит. А вот если наносить каждый день на чистую кожу, то можете 100% чувствовать себя уверенной в течение всего дня. И еще один плюс от этого рецепта, от лимона очень хорошо светлеют подмышки. Они прям становятся такие ровные, красивые, поэтому, друзья, средства 2 в 1. И от пота, и цвет подмышек тоже приводят в порядок, если у кого есть такая проблема. Это первый рецепт, как все делается, ссылочку оставлю в инфобоксе. Второй рецепт, тоже народный, тоже самодельный, это тезодорант, который делается своими руками. Друзья, все предельно просто, тезодоранты получают самую новую, тоже надежно защищают от пота, намного эффективнее магазинного средства. Но к нему есть привыкание. Вот сразу оговорюсь, все рецепты, которые я буду сегодня вам говорить, они максимально натуральные, максимально природные, поэтому их нужно чередовать. Именно поэтому я решила сделать подборку, чтобы, например, сделали лосьон из кордубы, немного им попользовались, потом, например, сделали дезодорант своими руками, попользовались этим дезодорантом. Потом можно чередовать, например, сода лимона, либо сода перекись, это тоже отлично работает. Так вот, также несколько месяцев назад я вам рассказывала, что попробовала сделать дезодорант своими руками. Друзья, я им активно пользуюсь и могу вам сказать, что это очень классная вещь. Это работает. Значит, всего три ингредиента. Это сода, глицерин и кокосовое масло. Значит, тоже дезодорант нужно хранить в холодильнике. Его можно сделать вот в такую вот баночку, можно прямо сделать вот в такой вот тюбик от дезодоранта. Но хранить в холодильнике, потому что масло оттает, чтобы оно хорошо держало форму, чтобы удобно было наносить. Нужно держать в холоде. Значит, если вот в такой баночке, подцепляйте ноготочком и подмышки. Если вот в такой вот тюбик, то очень удобно наносить, как в магазинный дезодорант. Это, друзья, второй способ. Как сделать такой дезодорант, рецепт будет в описании под видео. И третий способ, друзья, именно этот способ я посоветовала своей подписчице, потому что она написала, что настолько сильно потеет, что пахнет даже одежда. Я ей порекомендовала одежду обрабатывать хлоргексидином, либо вот таким вот спреем Тимурова. Значит, спрей Тимурова продается в магазине Фикс Прайс. Он предназначен для ног, друзья. Но он настолько хорошо работает на одежде, я обрабатываю вот этим спреем все ветровки, все толстовки, все куртки своего мужа. Он тоже очень сильно потеет, поэтому я обрабатываю и с внутренней, и с внешней стороны. Результат шикарный. Если вы очень сильно потеете, попробуйте либо хлоргексидин, либо спрей Тимурова. Значит, хлоргексидин продается в аптеке. Я тоже покупаю его всегда много, переливаю вот в такие вот бутылочки с распылителем. И точно так же на одежду, которая очень сильно пахнет потом, распределяю хлоргексидин, даю естественным образом высохнуть, запах полностью проходит. Вот спрей Тимурова, он еще имеет очень приятный аромат мяты, трав, то есть он еще перебивает неприятный запах пота. Ну и тоже все бактерии, вот какие скапливаются на ткани, он очень хорошо убивает. То же самое с хлоргексидином. Но хлоргексидин абсолютно никакого запаха не имеет. Поэтому если вы не переносите запахи, то хлоргексидин вот лучший помощник от повышенного пота отделения, особенно если оно такое, что пахнет даже одеждой. Значит, как нужно делать? Я вам уже сказала, и с внешней, и с внутренней стороны. Например, пальто, сейчас я вам покажу. Нужно будет нанести этот спрей хлоргексидин, то есть полностью обрабатывать вот здесь и полностью обрабатывать вот здесь. Никаких следов, ничего не остается. Все, друзья. И последнее, что я вам, друзья, порекомендую, это на тот случай, если у вас очень сильно потеют стопы, приобрести порошок гальмонин. Продается он в аптеке, он недорогой. Вот таких вот 10 пакетиков по 2 грамма вот в этой коробочке. Значит, в составе салициловая кислота, оксицинка, тальк и картофельный крахмал. Все. Значит, нужно совсем чуть-чуть. Гальмонин намного эффективнее сода. Это вот для тех, кто избавляется от неприятного запаха в обуви при помощи соды. Сода работает абсолютно по-другому. Гальмонин, вот он именно, как вам сказать, и запах убирает. И не имеет таких вот крупных кристаллов, как у соды. То есть нигде ничего вам не натрет в обуви. Никаких проблем, никаких дискомфортных ощущений гальмонин вам не создаст. Значит, можно гальмонин наносить внутрь обуви для того, чтобы собрать весь неприятный запах. То есть, чтобы не было никаких бактерий внутри, никакого грибка. И можно небольшое количество, вот прям совсем-совсем чуть-чуть, можно сказать, на кончике ножа наносить на каждую стопу. Но немного, потому что очень хорошо подсушивает этот порошок. Вот если у вас сильное потоотделение, оно бывает по разным причинам. По состоянию здоровья, по качеству обуви. И если вы носите на натуральную обувь, то в конце концов ноги начинают постоянно очень много потеть. Так вот, гальмонин, он как раз воздействует на кожу, вы начинаете меньше потеть. То есть, вот эти вот дискомфортные все ощущения полностью проходят. То есть, небольшое количество на коже, но не каждый день. И в обувь можно тоже как бы через день делать, этого будет достаточно. Друзья, я считаю, что порошок гальмонин лучшее средство, вот если у вас прям повышенное потоотделение стоп. На этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, что вы с пользой провели со мной время. Больше информации в инфобоксе, потому что некоторые советы я уже показывала на своем канале. Всеми советами я пользуюсь сама лично. Не один год многие мои подписчики пробовали, говорили, что это действительно золотые рецепты. Все это 100% работает. И вот сейчас вновь опять стали поступать запросы, как избавиться от неприятного запаха пота на одессу, от запаха пота стоп. И вот для того, чтобы каждому не бросать ссылку, чтобы не искать ни мне, ни вам, я решила снять этот видеосюжет, чтобы все было объединено в одно. Поэтому, друзья, смело пробуйте, все работает. Вам огромное спасибо за просмотр. Меня в комментариях обязательно дополняйте. Извиняюсь за свой голос, немного простыла. Вот вроде бы чувствую себя хорошо, без температуры, а голос пропал. Вот, если что, имейте в виду, что немножечко простудилась. Вот, еще раз вам спасибо за просмотр. Не болейте. Всем хорошего настроения. Всем пока.